Вспоминаю, как встречал маму в 1947-м. Мы были в разлуке 10 лет. Но бывшие тогда обстоятельства, причины тех горестных утрат, длительных разлук, все мы это давно знаем, понимаем, объясняем, смотрим на это, как на исторический факт. Забывая, что сами во всем этом борились, сами были участниками тех событий, и нас самих это ударяло и даже ранило. Тогда 10 лет был для меня громадный срок. Тогда целая жизнь вмещалась в этот срок и казалась бесконечной. Я думала, что если я сумела за этот срок стать взрослым и столько пережить, то мама моя, вовсе сгорбленная, седая старушка, становилась страшной. В тот знаменательный вечер я вернулся домой поздно, уже не помню, где я шлялся. Мой сосед Миланцев встретил Миланцев в коридоре и протянул в четверо свернутый листок. «Телеграмма», — прошептала она. Телеграмма была из Караганды. Она обожгла руки. «Встречай пятьсот первым, целую, маму». Вот и случилось. Вот и произошло то, о чем я боялся даже мечтать, что оплакивал по ночам тайком в полном одиночестве. «Караган, да!» — прошелестел Миланцев. «Да, — откликнулся я. Какой-то пятьсот первый поезд, наверное, ошибка». «Не ошибка, сынок. Пятьсот первый, пятьсот веселый. Почему веселый?» — не понял я. «Долго едет, всем петь его». Ночью уснуть я не мог. Утром я отправился на вокзал. Ужасная мысль, что я не узнаю маму, преследовала меня, пока я стремительно преодолевал вереский спуг по улице Жареса к вокзалу. Поезд со странным номером действительно существовал, но точное время его прибытия было тайной даже для самих работников вокзала. И в то же время его ждали, и даже надеялись, что вечером он прибудет в Белисе. Я вернулся домой, вытряхнул свою скатерть, подмел пол, снова вытряхнул скатерть и отправился на вокзал. Я все время думал, как же я встречу маму, как я ее узнаю. А вдруг я ее не узнаю в этой тысячной толпе, а она по глазам поймет, что я не узнала ее, как-то сгубит ее рану. На вокзале, на всей этой огромной площади стоял оглушительный гомон, шум, бранные слова. Я понял, что опоздал. Я пробился сквозь толпу справочной пропричал, пропричал первой проклятия, но там окошки долго ничего не понимал, отвечая сразу нескольких. А когда поняла, что крикнул мне наконец с ожесточением, что этот страшный поезд пришел час назад, уже все ушли, и додомно никого нет. На привокзальной площади на грудь чемодан и тюков сидела старая пожилая женщина, беспомощно одираясь по сторонам. Что-то знакомое показалось мне в чертах ее лица. Я направился к ней, тихо передвигая одеревневшие ноги. Женщина меня увидела, внимательно оглядела и положила сухую ручку на ближайший тюк. Мне пришлось вернуться домой, а в голове все время крутилась мысль, как же я встречусь с мамой. И я даже придумал, я понял, что надо сделать, я поведу ее в кино, причем я даже фильм выбрал, вернее не выбрал, а был он единственный, по которому весь Тбилиси сходил с ума. Это был трофейный фильм «Девушка моей мечты» с потрясающей, неповторимой Марией Кырок главной роли. Эта женщина источала счастье. Природа была к ней щедра. Она одарила ее изумительной кожей, безокоризненными длинными ногами и завораживающим бюстом. Она танцевала, распахивая свои голубые глаза, в которых тонули чувственные белисы, и улыбалась безокоризненным ртом. Она тем и была хороша, что даже не догадывалась о тех перенаселенных пунктах, столь несовместимых с ее прекрасным голубым дунавем, на берегах которого она танцевала в полном невидении. Пусть мы и нам... И вот я маму поведу в это кино. Она увидит всю эту красоту и насладится музыкой, благополучием и вернется к жизни. Ко мне! Мне надо было бежать на вокзал. Я выскочил и на первом же углу увидел маму. Она медленно шла по направлению к дому. В руках у нее был фанерный сундучок. В сером ситцевом платье, помятом и нелепом. Высокая, стройная, молодая. Помню, как я был счастлив, что увидел ее такой, а не сгорбленной и старой. Были ранние сумерки. Она обняла меня и терлась своей щекой по мою щеку. В бесе, где все при встрече целуются по нескольку раз на день наших объятий, не было ничего удивительного. Ее огромные черные глаза были совсем рядом. и все Вот ты какой, сказала она. Вот ты какой, мой мальчик, мой мальчик. Это было, как прежде, как когда-то. Осенний холодок, пирог с грибами, калитки шоу и простывший чай. И снова побелевшими губами, короткая, как вздом, прощай, 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 да я и так прощаю все, что простить возможно. Обещаю, простите то, чего нельзя простить, великодушно мне нельзя не быть. Прощаю тех, кто не были убиты тогда перед грехом лицом своим. Прощаю, прощаю все обиды, обеды у обидчиков своих. Прощаю, прощаю, чтобы не вышло боком, сосуд любви до дна не исчерпать. Я чувствую себя последним Богом, единственным умеющим прощать. Прощай, прощай, старанием прямо знать не лишь не проститься одному, но горести моей прекрасной мамы прощаю я неведомо кому. Их таю с лукой размашистой прощаю, как пироги прощения раздаю. Прощаю неподвижными губами, покуда не повторится опять осенний горький чай, пирог за грибами. И поздний час прощаться и прощать. Человек дышит воздухом, дышит первой травой, камышом, пока он колышется, всякой песенкой, пока она слышится, теплой женской ладонью под головой дышит, 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 никак не надышится. Дышит матери, она у него одна, дышит родимой, она у него единственная. Плачет, мучается, посвистывает и молчит у окна, и поет до темна, и влюбленно в короткий свой век перелискать. И перелискать, и перелискать, и перелискать. Магическое два, его высоты, его глубины, как мне превозмочь? Два сокола, два соболя, две сойки, закаты и рассветы, день и ночь. Две матери, которым верю, свято, две женщины, и значит, две судьбы, два вероятных выхода, два неба там, наверху, и у меня в груди. И залитые морями голубыми, расколотый, кружится шар земной, А мальчики торгуют голубями, по-прежнему, на площади с сеной. Мой белый свет, оруженосец мой примерный, Водовороте дней и лет, Какие ждут нас перемены, Какие встретят нас века, Какие смехом нас проводят, Живем, как будто в половодстве, Как хочется на вершинке. Александру Сергеевичу хорошо, Ему прекрасно, Шумит вечное колесо, Боль угас, Баба щурится из избы, Не бежала, Только десять минут езды До ближней ярмарки. У него ремесло, Первый сорт, Беро остро, Он чубаст и губаст, Как черт, И все ему просто, Жил в Одессе, Бывал в Крыму, Ездил в карете, Деньги в дом Удавали ему до самой смерти. Очень вежливые тихи, Службы замученные, Жандарные высихи, На память заучивали, Сам царь приглашал его в дом, Не забывая премного, Требаться, А то мосем с таким поэтом, Он красивых женщин любил, Любовью нечим, И даже убит он был, Красивый мужчина, Он умел бумагу марать, Под треск свечки, Ему было за что умирать, На черной плече. Я дарю тебе к светлому празднику Много странных вещей, Звон нежданных звонков, Запах блюд, Не изготовленных вовсе, И мужества, Ни о чем не жалеть, И охапки цветов, Непроросших еще, Ароматных и бархановых, Удивления, Надежду на новую весть, Ведь из окон еще до конца Не распахнут, На дорогу, Которая может быть есть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok